ДИКТОРОЕ ДЫХАНИЕ Николаем Сильверстовым и его псом Марсом. Эти спортсмены стабильно показывают отличные результаты, и мне захотелось узнать, как же им это удается. Этот тандем – один из сильнейших и наиболее перспективных в кинологическом спорте Омской области. Спортсмены являются неоднократными призерами и победителями различных соревнований. На минувшем чемпионате России, проходившем в Омской области, Николай и Марс лучше всех прошли полосу препятствий в командном зачете. Кинологический спорт включает в себя семь дисциплин, в числе которых летнее и зимнее многоборье, академическое и современное двоеборье, гонки на собаках. Животное и человек выступают в тандеме. Только в одной дисциплине человек участвует в одиночку – в стрельбе по мишени. В кинологическом спорте принимают участие только породистые собаки. Спортсмены участвуют в турнирах от всероссийского до мирового уровня. Каждый рабочий день у этих спортсменов расписан по часам. Утро начинается с общего курса дрессировки. Оттачиваются навыки послушания. Николай дает голосовые и жестовые команды. Марс выполняет. Далее совместные пробежки, прыжки через барьер, через стенку высотой 180 сантиметров, ползки. Самым тяжелым этапом тренировки для пса является следовая работа, то есть поиск человека по запаху. Сюда включаются не только физические, но и психологические нагрузки. После Марс тренирует технику нападения и захвата. Все это они демонстрируют на соревнованиях. Судьи оценивают, какая пара лучше всех выполнит задание. Чем меньше времени, тем больше оценка. Выполнение, значит, преодоление препятствий без ошибок. Контроль над собакой, то есть собака не должна отходить от кинолога больше трех метров. И выходить за линию коридора, в котором трасса вся находится. Наш сегодняшний герой Николай Селиверстов профессионально занимается кинологическим спортом уже 11 лет. Любовь и тяга к четвероногим питомцам появилась у него в детском возрасте. Десятилетним мальчишкой вместе с отцом они уговорили маму взять семью первого щенка. Это был обычный дворовый пес, который стал первым настоящим другом Николая. Уже тогда Коле очень нравилось не только общаться и играть с собаками, но и обучать их подавать лапу, правильно сидеть, рядом идти. Были разные за свою жизнь. И доги были, и другие породы. И эрдель был, отличный такой песик был. Как бы у нас на службе милиции предусмотрена и более самая такая к службе пригодная, это немецкая овчарка. Первый служебный пес Николая появился 7 лет назад. Его звали Хмурый. Он обладал сдержанным характером, хорошо поддавался дрессировке. Человек и собака быстро нашли общий язык. Николай говорит, что с этим псом уже прошел огонь, воду и медные трубы. Они с Хмурым служили даже в горячих точках. Рабочий срок служебного пса не столь велик. 10 лет – предел собачьих возможностей. Верный друг Николая по кличке Хмурый за отведенный ему век успел больше, чем иные люди. Служил в горячее время в Чеченской республике. За спасение людей заслужил признание и почет. Не раз выручал из беды своего хозяина и его товарищей. С грустью и гордостью за своего питомца отправил Николай Хмурого на пенсию. Нынешний сотрудник нашего героя – Марс. Он сын Хмурого. То есть по своей родословной – потомок ветерана боевых действий. Собаки абсолютно разные по характеру, но нисколько не уступают друг другу в работоспособности и преданности своему делу. От отца он отличается. Да он всем отличается от него. Единственное, что еще окрас похож. Марс окрас у них там схож. А так он отца во-первых в два раза больше. И у него характер. У отца он такой вот тяжелый мужик. Он такой, ну, серьезный, чересчур серьезный характер. Его сложно там переломить. А этот у этого более мягкий. Сегодня Николай и Марс на страже охраны порядка в нашем регионе. Они работают в питомнике служебного собаководства управления вневедомственной охраной по Омской области. Марс живет дома. Но каждый день вместе с хозяином проводят вместе. Тренируются, оттачивают навыки, набираются опыта и вместе готовятся к новым соревнованиям. Многое зависит, знаете, от хозяина. Просто собака чувствует, очень сильно чувствует и чутко настроение хозяина. Вот вы волноваться начинаете, и он начинает волноваться. Вы спокойны, и собака, соответственно, спокойно себя ведет. Методы воспитания и дрессировки любого пса зависят от характера и нрава собаки. В Омской области есть специальные питомники, где профессиональные кинологи воспитывают из четвероногих друзей служебных псов и отличных спортсменов. На первом этапе важно выбрать правильно щенка. У собак все так же, как и у людей. Есть холерики, сангвинники, флегматики, меланхолики. И к каждому нужен свой подход. Для воспитания собак-телохранителей и спортсменов в этом питомнике используют чаще всего игровые подходы. Вся дрессировка сводится к тому, что собака зациклена на хозяине. То есть она хочет с ним играть, она хочет от него получать что-то, поощрение какое-то. И на этом строится дальнейшая работа. Есть концентрация, внимание, собака смотрит в глаза. Мне нравится именно такого рода работа. Профессия кинолога очень специфична. Это длительный, упорный труд и очень кропотливая работа. Она и опасна, и трудна. Таким специалистам приходится быть не только внимательными, заботливыми и требовательными наставниками, но и на себе испытывать навыки питомца. Есть такое понятие – фигурант. Человек, имитирующий преступника, умеющий разозлить собаку. Смотреть-то страшно, а находиться в этом защитном костюме еще страшнее. Эти спортивные, тренированные собаки работают в разных сферах. Кто-то из них охраняет стратегически важные объекты, кого-то берут на задержание, некоторые занимаются разыскной деятельностью. В общем, человеку они помогают везде, где требуется острый нюх и молниеносная реакция. Марс и Николай специализируются в охране правопорядка. Ну и, конечно, значительную часть своего времени они отводят на тренировки и подготовку к новым стартам. Они всегда вместе, бок о бок, всегда рядом. Если у человека есть любовь к животным с детства, вот они с детства, у них это заложено, и они приходят с детства. Ну, некоторые по 15-20 лет занимаются собаками, а кто-то там и по 30. Ну, даже взять того же Колю, у него с детства собаки эти были. Он без них, он жизни себе не представляет. Заберите у него собаку. Да нет, он с тоски помрет. Но слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше не думал, что у нас на двоих с тобой, но лишь дыхание, дыхание. Человеческое упорство и трудолюбие, плюс собачья преданность и выносливость – вот формула успеха в кинологическом спорте. Это была программа «Второе дыхание». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!